Приветствую к Роману! Да, и уже знакомы практически со всеми членами команды. Вот-вот-вот, кликер! Юлия Нехипарова. Романка готовила презентацию прямо в процессе сессии. Коллеги, всем добрый день! В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия за возможность принять в нем участие. Нам это крайне важно, крайне нужно и крайне полезно. Значит, я постараюсь... У меня такое сегодня... Сейчас выступление исполнит, поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Покаясь гордкой о главном, может быть, что-то забуду, но потом, если что, добавлю. Итак, что хочется сказать про Сомаленскую область? В первую очередь то, что мы находимся рядом с Москвой и Московской областью. Зона глоберации этого крупного региона у нас практически доходит до середины. То, что касается транспортной доступности, великолепная. У нас четыре федеральных автодороги проходят по территории региона. На «Ласточки» из Москвы можно добраться комфортно, удобно за четыре часа. И если уж говорить о транспортной доступности, то новая такая интересная для нас захлодорога, вернее, вновь поименованная, но существующая, проходит по четырем муниципальным образованиям Сомаленской области и захватывает Украинский, Вязьмский, Новопутинский и Сычевский районы. Значит, в первую очередь хочу рассказать про Вязьмский район, потому что город Вязьма является вторым по значению туристическим городом Смоленской области после города Смоленска. И огромное имеет значение во многим видам туризма, как культурно-познавательным, так и патриотика и так далее. Вообще хочу сказать, что Вязьма даже в 17 веке несколько месяцев был столицей русского государства. И год основания – это его 1234 год. Всегда был купеческим, всегда был интересным, и по сей день интересным для туристов. По территории Вязьмского района также у нас проходит очень важный и значимый маршрут, который мы сейчас формируем и актуализируем. Маршрут «Старая Смоленская дорога». И мы успешно в прошлом году поработали с Московской областью, с РУЗой по вопросу межрегионального взаимодействия в рамках развития этого маршрута. Кроме того, на территории района Музей-заповедник Хмелита, Богородицкое поле, мемориальный комплекс, крупнейший, связанный с событиями 1941-1945 годов. Проходят крупнейшие событийные мероприятия. На мой взгляд, самое интересное мероприятие – это фестиваль военной реконструкции Вяземского сражения, но также не менее интересный вкусный праздник – это праздник Вяземского пряника. Коллективные средства размещения в Вяземском районе представлены количеством семь гостиниц. Объекты общественного питания также у нас присутствуют. Основные сувениры – это праздник Вяземский пряник, поклон из Вяземы – великолепная придумка муниципального образования в ленинных мешочках. Ну и давайте мы сразу перейдем к Сычевскому району. Здесь берет свое начало, чем им интересен, река Днепр. Там можно переступить буквально одним шагом через эту великую реку. Также сейчас реализуется на территории этого района очень крупный инвестиционный проект, который затрагивает и реконструкцию усадебных комплексов. Санаторий великолепный, новый, прекрасно оборудованный. Ну и плюс ко всему, очень популярный маршрут как раз-таки к Истоку, у реки Днепр, в монастырь и непосредственно на Истоку. Взаимодействуем прекрасно мы в этом, вернее, 8 туристов данные объекты еженедельно. Сейчас мы сформировали такой интересный маршрут. И этот маршрут включает у нас не только объект Смоленской области, но еще объекты Туршской области, Ржевский мемориал. Следующий, Ново-Тургинский район. У нас также на его территории присутствует ряд объектов культурного наследия. А Украинский район интересен своим природным потенциалом и тем, что находится как раз-таки гранично с Талужской областью и его природным парком. Конечно же, я не могу сказать, не сказать про столицу, нашу региональную, Смоленск. Вот основание 863-й, более тысячи лет. Один из самых древнейших городов. Основным объектом показа нашего является Смоленская крепостная стена, Святый Успенский кафедральный собор. Также присутствует археологический комплекс Гнездова. Самый большой в Европе археологический комплекс датируется 9 веком. Историко-архитектурный комплекс, где вообще ряд объектов культурного наследия усадебных комплексов находятся у нас очень интересных. И также они объединяются единым маршрутом. Кроме того, интересный факт Смоленска называют бриллиантовой столицей. Сейчас мы работаем в рамках развития промышленного туризма как раз-таки с этим предприятием. Прекрасные бриллианты можете у нас приобрести. 15 туроператоров в Смоленской области, более 200 объектов коллективных средств размещения, более 4 объектов питания. И, несмотря на коронавирусную историю, у нас реализуются инвестиционные проекты, в том числе по развитию коллективных средств размещения. Спасибо. Спасибо за Вашу презентацию. Так получилось, что действительно весной мы работали в начале 26-ю, потом с 13-ми муниципалитетами вместе с бизнесом в Смоленской области. Очень приятно видеть действительно знакомые фотографии, знакомые места. Да, кстати, я хочу сказать, что в рамках и на протоколе у нас появились новых 10 объектов. Вот с Андреем мы поработали туристических объектов, которые активно мы включили в наши турмаршруты на территории 12-ми муниципальных образований. Мы делали кросс-функциональные команды, именно органы местного управления и бизнес. И, соответственно, вот эти коллаборации были. Мы сейчас сделали слайд в Смоленской области в Менте, очень оперативно. У нас он не был запланирован, скажу честно. И сейчас вот поступает уже ассоциация. Сергей, зачитай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Десногорск, да. Десногорск, да. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. Спасибо, что вы приехали. Может быть, действительно, вот вопрос, как вы видите свою роль в Большом Золотом Кольце? Может быть, вот несколько слов об этом. Вы являетесь партнерами других регионов и полноценными участниками данного проекта. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы приехали. Давайте включайтесь в работу. Спасибо. Спасибо.